Продукция из-за решетки. Список наименований впечатляет. Есть все от автозапчастей до предметов искусства. В 16 колонии даже буденовки делают из старых шинелей. Говорят, пожалели такое добро на рукавицы пускать и не прогадали. Бешеный спрос. Я ими торгую уже четвертый год и каждый год не хватает. Вот в этом году привезли 50 штук, ну половина уже ушла. Коллеги не отстают. Каждый привез свой гвоздь экспозиции. В 4 колонии, к примеру, шьют боксерские перчатки и груши. А вот новинка от колонии номер 3. Нардо шахматы. Такой игровой трансформер. Доска одна, а комплектов фигур два. В зависимости от того, у кого какие желания сыграть в шахматы и нардо, и места меньше занимало, сделали таким образом. Или вот отдельный стенд с картинами. Видно сразу, талантом художники из мест не столь отдаленных не обижены. Кто-то рисует а-ля Шишкин, кого-то прельстила живопись в стиле Нью. Но соль здесь в другом. У нас особенность, да, это художественная работа осужденных, выполняемая ими в их свободное время. Досуговая работа, которую они в свободное от работы время выполняют. Для себя, для души. Но это все продукция на любителя. Между тем, товаров широкого потребления на выставке не меньше. Каждая колония специализируется на чем-то своем. Мебель, одежда, обувь. Покупателей пруд пруди. Я взяла досочки прекрасные. Представляете, 35 рублей всего досочка стоит. Так что, не знаю, качество, цена, все меня устраивает. Я, кстати, здесь два товара приобрела. Таблетки удобные, складные. И вот это. Пусть будет. Приятно, когда это ручная работа. Впрочем, продажи – дело десятое. Труд он сам по себе облагораживает. Шутят в гусине. Многие только в колониях работать и начинают. Одно плохо – заказов дефицит. Это наша боль, когда приходишь в колонию, когда заходишь в отряд и видишь, как сто здоровых молодых мужиков сидят с утра до вечера около телевизора. Конечно, это не есть хорошо. И им самим, они многим просят – дайте нам работу. Меж тем дать профессию – это полдела. Трудоустроить бывшего зэка – вот задача. Но в гусине не сидят сложа руки. Пилотный проект помощи в трудоустройстве уже запущен. Реализуется на базе 20-й колонии. Группа товарищей там хоть и сидит, но не стоит на месте. Для нее уже забронированы рабочие места на одном из нижегородских предприятий. Если дело выгорит, схему внедрят повсеместно, чтобы у каждого осужденного был стимул на свободу не только с чистой совестью, но и с профессией. Кирилл Антоневич, Сергей Таиров, Объективно, ННТВ.